ты сбросил что он увидел мои волосы сбросил можно потому что мужик на меня подписался брюно бест и не знакомую людям машину знаете вот очень странно я не хочу есть все что попало и знаете наверное вот для обычных людей кажется что типа если ты жрешь как не в себя значит ты вообще здоровый адекватный ну знаете я сейчас так думаю ну реально здоровый адекватный человек не хочет пихать в себя все что попало типа всякие вот эти вот некачественные продукты я помню когда я веганила на сколько-то какой-то не знаю промежуток времени я просто потом не могла конфеты есть вот ты понимаете вы просто понимаете я всегда ела допустим вот эти конфеты мне всегда казались они вкусными просто смотрела конфеты я не хочу их есть я в тот день решила их попробовать я так и думаю какая гадость как я это ела какие конфеты просто потому что были прочищены рецепторы и типа ты когда меняешься питание эти потом вот эти сладости ну классические тени хочется вот сыроедческие всякие сладости конфеты это очень вкусно это очень прикольно я короче не знаю я вообще не очень хочу есть все это вас прихожу ресторан там красиво вкусная еда я ее ем типа я смотрю в холодильник и я ничего из этого не хочу из того что мне лежит знаете я люблю всякие сырки и всякие такие батончики то есть вот это я еще буду а я тут реально смотрю холодильник я такая типа блин я ничего не хочу я перепутала главное здание и обычно поэтому сейчас опаздываю пытаюсь просто прийти короче ладно опоздала так опоздала она занималась йогой она знала всякие травы и я сейчас только заметила что у меня подписался бруно бест я даже не поняла в какой день она меня подписался я сейчас чуть не упала блин вообще со стиральной машинки тоже телефон заряжает меня бруно бест подписан у него 16 миллионов я в шоке он очень класс он на меня примерно подписался тот момент когда отвечал мне на сообщение это было в 4 часа ночи вчера уже потому что не уже 10 уже следующий день как бы ну как бы сегодня но я вот легу спать это будет уже завтра ну как бы уже сегодня ну как бы уже вчера зашел он не хочет отвечать он отправил фото нам взамен какое-то у меня в чипах вот что я говорю какой-то какой-то можно есть отличие èg Museum ühr Michel привет 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 How are you today? I will tell you what I will tell you I will tell you what I will tell you Hi, my pyrrha Why did he ask you? Hi, my pyrrha Hi, my pyrrha Today is 12th of January And I have already told you that I am in the face of my Turkish friend I don't know, honestly I don't know, honestly Me Vovah is going to get me in the rap I actually, when he told me that I didn't get me in the rap Well, actually I didn't know that there are certain groups that kill people That they did all they Well, you know, all these attacks and so on I didn't know that everything is related to this I was not aware of it And he just told me about this Yeah He said He said He said He said He said He said When I really meet my friend He doesn't make me any questions Like Наверное, люди, которые торгуют людьми Они должны быть богатыми Я так думаю И тут просто, реально, человек хочет Ну, типа, реально можно ко всему прикопаться То, что вот Что-то подозрительное Можно к моим там Родственникам, близким Друзьям прикопаться Что, вот какие то они все подозрительные А на самом деле я их знаю Типа и так далее Я просто вспоминала еще свой опыт того, что я там 17 лет в других городах России, садилась к незнакомым людям в машину, и все, было хорошо. И как бы рабство есть не только в каких-то других странах, есть и в России, есть и в Казахстане, и в Украине, и, наверное, в каждых странах есть. Да я на самом деле об этом не знала. То есть, типа, мне казалось, что уже такого нет, но есть. То есть, я даже, я заткнулась на ролики реально свежие, там, из Дубая, как мальчик-мужчина попал в рабство, у него забрали паспорт, ну, короче, это жесть. И вот как бы что делать вообще? Я просто не знаю, потому что я очень хотела тоже встретиться, мне было это очень интересно, я хочу движ, я хочу путешествовать, я хочу всякие вот эти встречи. Пока что я не могу позволить себе, ну, финансово то, что я хочу, вот, а это будет уже лучше, чем ничего. Вот, я могу там поехать отдохнуть, но, блин, я хочу именно, знаете, приехать и жить какое-то время. А мне хватит денег, ну, такое ощущение, что если прям не искать супер дешевую цену, то на месяц. Ну, вот, как бы если прям что-то дешевое искать где-то, да, не в интернете, а ходить пешком, то, может, на два хватит даже. Вот, очень я хотела зимовку, вообще, я вчера лежу такая, я понимаю, блин, я вообще, по-моему, потеряла в этом всем себя. Чего я хотела сначала, я хотела зимовку, в итоге уже январь, а я не на зимовке. Ну, хоть с заработком пошло, наконец-таки, я очень этому рада. Ну, типа, еще лучше стало. Я просто думаю, ну, жизнь никак не может привести вас в какое-то дерьмо, если у вас все в жизни хорошо. Ну, как бы, реально, у меня были моменты, периоды в жизни, когда меня со всех сторон калашматило, и я не понимала, почему и за что. Наверное, сейчас я поняла, за что? За то, что я, как бы, предавала себя, не жила в синхронистичности с собой. Не знаю, живу ли я сейчас в синхронистичности с тобой, но, по крайней мере, это лучше то, что было. И, знаете, у меня нету каких-то моментов, что каждый раз какой-то тресс происходит. Все довольно-таки спокойно. И как вот жизнь может привести в какое-то дерьмо? Может, просто стоит довериться. Все люди, которыми я не должна была встретиться никаким образом, они уже давным-давно отпали, или же по ним видно. То есть, типа, это не первый человек, который меня там куда-то позвал. Ну, меня приглашали, но я прям чувствовала, что нет. Типа, нет, мне тогда не надо. Типа, я реально, как бы, осознанно чувствую, надеюсь, что я все правильно чувствую. Ну, как-то на днях вроде бы рассказывала, что я пообщалась в инстаграме с музыкальным продюсером. Все, что, в общем, связано с музыкой, букингом артистов, чтобы вы понимали. Вот, как раз-таки оттуда я удостоверила информацию, что 100 тысяч в Турции – это много подписчиков. В России и в СНГ, в принципе, это немного. И ты никто. Никто просто с этой цифрой. И, знаете, вот вроде бы музыкальный продюсер, человек работает. Ну, типа, ну, вроде бы ты должен быть адекватным. Ну, нет, в первый же, ну, в первый день диалога он у нас был, в принципе, один. Он мне хотя бы первый написал, это уже плюс, потому что в Турции девушки вообще обычно не пишут первыми. Так что, ну, а я пишу, как бы. Ну, ему я не писала, но он написал мне первый. И спустя там сколько-то сообщений, он такой, давай начнем с тобой отношения, они будут такими классными. Давай попробуем, короче, с тобой отношения. У нас они такие классные, такие страстные. Это вообще, блин, нормально, то, что ты меня не знаешь, ты мне предлагаешь отношения. Но это он, как бы, он написал через какое-то время после того, как я сказала, что я буду в Стамбуле в конце месяца. Но я даже не понимаю, откуда он нужен, коры все-таки или из Стамбула. Непонятно. И, типа, достаточно для меня это интересный человек, потому что все-таки музыкальная индустрия и так далее. Он, как бы, знаком, он дружит с теми людьми, с которыми я очень хочу познакомиться. Вот. Но он говорил, что, ну, сказал потом, что мы, наверное, друг другу не подходим, потому что тебе нужно жить в Турции, делать все на турецком. А я сказала, что хочу на мир работать. То есть, вот, я понимаю, что на мир будет сложнее двигаться, чем, да, почему будет сложнее, ладно, чем на Турцию, потому что, ну, там уже 100 тысяч подписчиков, это уже много. Ты уже там прекрасно в дорожках, ты уже в чартах, вот. Ну, я поняла, что, ну, я не хочу так. Он такой сказал, тебе нужно будет жить в Турции, говорить на турецком и уйти от парня. В принципе, девочки, если у вас, ну, типа, у девушек много способов продвинуться, но мне этот человек не понравился вообще никак, то есть, типа, внешность не зашла, то есть, типа, вообще не мой типаж. Ну, просто общаться можно, как бы, потому что человек интересный для меня индустрия. И это прикольно. Не знаю, встречаться ли в Стамбуле, вот. Я думаю, можно с моим другом пойти, ну, чтобы как-то побезопаснее было, потому что, ну, вы понимаете, человек сразу же что-то предлагает такое. Короче, не знаю, не знаю, ну, это сразу же решает. И это может быть опасно для меня, но мне просто, чисто, интересно, потому что человек из интересной индустрии, только поэтому. Но я уже чувствую, что это может быть очень опасно для меня, раз человек что-то сразу же предлагает. Нет, это неправильно. Боже мой, меня тут дома очень напугает, я пойду открывать. Мы ездили со стретелем, и он меня потом покормил. А в кафешке. Ну, типа, знаете, типичная вот эта кафешка, где едят люди из других стран. Ну, плов, чай, лаваш. И также вот, по-моему, приехал туда вот в Весе там, да. Мы видели с ним очень давно. И он мне принялся в подарок от свекрови. То есть это его мама. Вот такой вот сертификат на 500 рублей и бомбы для ванны. Час ночи и 11 минут. Вот я вам прям показываю. Вот, один-один-один-один-один-один ему делик на 11. Я поняла по окружающей среде. Наконец-то до меня дошло. Меня просто мама не принимает. Ну, типа, реально. Но она как бы себя не принимает, меня не принимает. Потом, короче... Ну, я такая, блин, как-то привыкла уже к этому, что меня не принимают в моем роду. Я выбрала такой путь, чтобы эволюционировать. Потом моя давнишняя школьная подруга просто... Вот я слышу ее голосовой, что, типа, ты занимаешься ничем. Ты какой-то херней страдаешь. Я такая сижу и думаю, блин. Вот так вот в нашем обществе оценивают труд блогеров. У меня, если что, 135 тысяч подписчиков на данный момент. Сегодня какой-то января. 13 января уже, потому что ночь. Такая сижу и понимаю, что, блин. Это просто мне показывает то, что я сама себя не принимаю. А я никогда не задумывалась о том, что я себя реально не принимаю. Потому что в моей жизни был переломный момент. И я такая, блин, все, я отстану от себя. Просто я не буду от себя требовать чего-то. Ожидание. Я вот реально такая начала, вот честно, говорить с собой. А что ты не принимаешь? Почему ты не принимаешь? И я поняла, что действительно начала реально думать, почему здесь я не принимаю. Реально с моими запросами того, чего я хочу достичь в жизни, мне очень сложно реально принять в себе то, что я вот чего-то могу не достигнуть. Что-то у меня не получается. Это, блин, так сложно просто принять в себя оказалось. Во-первых. Конкретный, вот, или не совсем понятный какой-то флак. Конкретный, наверное. Конкретный, поэтому какой артикль возьмёшь? А-а-а. Мутудей. Так, ну вот я сегодня 13-го числа января ходила на два клуба. Такое предзакатное время, это прямо моё обожаемое, потому что всё так вот садится. Я ходила на английский, на португальский, и за него это всё 2 часа, и я очень устала. Занятия каждое длинусь по 2 часа, то есть 4 часа, я просто в горле взятилки. У меня ещё глаза устали, потому что я сегодня не спала в 12. Мне нужно было успеть к часу, а я в 12 в основном встаю только. Вот так вот.